Молодой преподаватель Самарского многопрофильного колледжа Артём Волков ещё вчера был студентом. Рассказывает, с дипломом найти работу в Самаре не составляет хлопот. Главное знать, где искать и кем хочешь работать. Сегодня Артём привёл на встречу с работодателями своих студентов в молодёжный многофункциональный центр, чтобы они могли выбрать в широком спектре предлагаемых вакансий, куда пойти работать. Нам сейчас выдали, получается, список компаний, в которых требуются специалисты. И вот я думаю, там в любом случае найдётся сварщик, инженер-конструктор и какие-то начальники больницы. Я бы, скорее всего, согласился. В Самаре заработал новый проект службы занятости «Моя карьера». На портале «Работа России» доступно более трёх тысяч вакансий по разным направлениям технических специальностей для молодёжи без опыта работы. Самарские работодатели крупных промышленных предприятий идут навстречу студентам и во время учёбы приглашают на практики и стажировки с дальнейшим трудоустройством. Вакансии разные – от рабочих до начальников. Это именно вложение себя, вложение, скажем так, своего интереса, души к той работе, на которой ты участвуешь. Но, тем не менее, я считаю, что очень важным является и социальный пакет, который предлагают предприятия. Соответственно, это также и сам коллектив, который будет окружать и то наставничество, которое будет на первых этапах организовано, соответственно, специалисту. Поэтому тут действительно много факторов, и заработная плата, естественно, один из ключевых, но не является главным. На встрече по профориентации студенты прошли различные тестирования и мастер-классы. Им рассказали, как общаться и что рассказывать работодателям о себе при устройстве на работу. А ещё напомнили, что в Самарской области вот уже 8 лет реализуется закон о молодом специалисте. Благодаря ему после трудоустройства 3 года можно получать существенную материальную поддержку. Деньги можно потратить на аренду или приобретение жилья, продолжение учёбы или заняться научной деятельностью. Но, чтобы на это рассчитывать, нужно соответствовать ряду требований. Работодатель очень необходимы health skills навыки, то есть это грамотная речь, работа в команде, правильно себя презентовать. То есть работодатель также смотрит помимо профессиональных навыков ещё на умение работать в команде, потому что сейчас это очень важно. Нам очень радостно о том, что мероприятие собрало от студентов такой большой отклик. Сегодня здесь почти 100 человек, у нас 5 работодателей. Подобная встреча проходила недавно и в Тольятти. Это был пилотный проект, и первые плоды этой работы уже видны, рассказали представители службы занятости. Многие из тех, кто пришёл на встречи с работодателями, уже устроились на работу. Такие практики профориентации молодёжи будут проходить и в дальнейшем. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Спасибо. Спасибо. Спасибо.